Приветствую, друзья! С вами Рушан Валеньев, ваш персональный риэлтор в Черногории. Сегодня мы встречаемся с Ласинкой Лукман. Это руководитель агентства LuckyFolm. Она достаточно давно занимается недвижимостью в Черногории и взлеты и падения этого рынка за последние десятилетия прошли у нее, можно сказать, перед глазами. Плюс к этому Ласинка хорошо говорит по-русски, у нее много клиентов, друзей, приятелей в России, и я думаю, что нам будет не без интереса задать несколько вопросов и, естественно, выслушать ее ответы. Ласинка, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшний стайм рынка недвижимости в Черногории, его основные характеристики? Мое личное мнение, что сейчас в Черногории очень выгодно покупать недвижимость по нескольким причинам. Первая причина, потому что цены очень упали по сравнению с несколько лет назад. Второе, что сейчас намного больше и лучший выбор и апартаментов, и квартир, и участков, и домов. И третье, что намного стало более ясно юридически, юридическая часть этого вопроса. Так что и многие сейчас решаются покупать и вложить свои деньги в Черногорию и думаю, что рынок через какое-то время опять будет идти вверх. Страна развивается, закон у нас улучшается, поэтому сейчас, если есть возможность, как раз самое время приобрести недвижимость в Черногории, потому что позже будет это все дороже. То есть пришло время покупать? Точно! Друзья мои, слышали? Пришло время брать. А в связи с этим тогда вопрос. Я знаю, что вы специализируетесь на Будванской ривьере и на Бококотовской бухте. Скажите, пожалуйста, какие объекты и виды недвижимости наиболее популярны сегодня покупать? По большинству покупать апартаменты и квартиры с одной через двумя спальня. Но немало людей решает себя купить, приобрести участок и построить дом. По своим пожеланиям. Конечно. Даже немало, сейчас по процентам, немало людей решается такой шаг. Тем более выбирают небольшие участки, которые неподалеку от пляжа, но и не так близко. Раньше тенденция была все близко, все искали первую линию. Прямо на берегу? Да. Уже люди понимают, что отлично иметь свой дом неподалеко от моря, от шума, от всего. Не так далеко, чтобы могли добраться до города или до пляжа, но и не так близко, чтобы не было шума. Вы имеете ввиду, я когда говорю, подальше от пляжа, это не то, что несколько километров. Вы сами знаете, что здесь 500 или 700 метров. Да, друзья мои, это Черногория, 500 метров или километр, это уже далеко. Да. Так что люди решаются, и вижу, люди достаточно довольны. Процесс несложный, все сейчас понятно нам с законом о строительстве, как можно строить, где можно строить, процедура понятна, время, ПМВ, можете заранее посчитать объем целых инвестителей, и что касается денег и времени. И не могу обойти вниманием вопрос нашумевшей закон о легализации. Много про него говорили не только в Черногории, но и вокруг нее. То есть легализация незаконно построенных объектов. Как вы считаете, какие задачи ставили перед собой власти, принимая этот закон, и я знаю, что он вступил в силу. Как идут, насколько удачно, успешно идут первые шаги этого закона? Кажется, что успешно. Я очень рада, что этот закон приняли, дает много и государству, и владельцам таких недвижимости. В первых выгодно за человека, который когда-то построил дом и нарушил закон. Иногда по незнанию. Иногда по незнанию, иногда по недостаточно понятным, допустим, тогда, в это время, целой процедуре. Сейчас отлично существует возможность, что вы можете такой объект полностью легализовать. Тем более, что процесс несложный. Государство думало об этом, кажется, и процесс достаточно понятный. И подробно расписан. И подробно и государству, конечно, это тоже выгодно. Хочет государственные задания развиваться, тем более, что хочет тогда и законы своих порядочек, чтобы всем было понятно и безопасно. Спасибо, Латинка. Было очень познавательно все, что вы рассказали. Друзья мои, мы, значит, наше агентство Каратау подписали с агентством Lucky Home договор о сотрудничестве. Соответственно, мы совместно сможем решить практически все задачи, которые могут возникнуть у вас в Черногории. В описании к этому ролику будут телефоны, адреса, электронная почта, значит, как можно к нам обратиться. Звоните, пишите, обращайтесь, решим ваши вопросы здесь. И до встречи в Солнечной Черногории. Пока-пока. Чао-чао. Пока. Солнечной Черногории